Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Друзья, я являюсь журналистом. И сегодня мы с вами поговорим о выборах в Соединенных Штатах Америки и о том, как на происходящее реагируют итальянские государственные СМИ, которые работают на режим, на режим глобалистов. Ну и поговорим, как реагируют на это событие некоторые люди. Пошли гулять! Друзья, единственным, пожалуй, но самым достоверным источником моим информационным является моя подруга, очень близкая. Она американка, Элизабета Лёв. Если вы проживаете в Соединенных Штатах Америки, и если у вас русскоязычная, русскоязычная американская семья, вот найдите, пожалуйста, Элизабета Лёв, Тургвайт. Это лучший экскурсовод англоязычный у нас в Риме и в Ватикане. Я напомню, что её мама, она являлась послом Соединённых Штатов Америки, единственная женщина-посол при Святом Престоле, при нашем любимом папе, при папе Бенедикте XVI. Вот. И она... Ну, сейчас ушла в отставки. В отставку они продолжают жить в Риме. А муж Элизабеты, он журналист, и он входит в состав пула не самого Трампа, а это пул одного из помощников Трампа. Поэтому у меня нет оснований не доверять сведениям. И вот что она рассказала мне. Что то, что Трамп победит, тут даже к гадалке не надо было ходить. То есть об этом знали все очень хорошо, знали об этом заранее. Но, естественно, все вот эти каналы, и Рай в том числе, они же все находятся под СНН. То есть они все находятся под глобалистами. Поэтому они проводили вот такую психологическую атаку на итальянском телевидении, что вроде бы нет. Везде Байден-Байден, он победит. Ну, это то же самое, что было 4 года тому назад, когда избиралась Клинтон один в один. И, в общем-то, они всю ночь, Рай и Ти-Джи, они всю ночь топили как раз за то, что победит обязательно Чаолюси. Вот что он победит именно Байден. Но потом, когда стали смотреть схему по штатам, то есть видно очень хорошо, что Трамп вышел вперед. Причем даже в таких вот штатах спорных, так называемых, или как они говорят, колеблющиеся штаты, что даже там Пенсильвания, по-моему, да, он являлся более таким демократичным штатом. Ну, так мне Елизабета говорила, а тут получается, что Трамп побеждает. Ну, и, конечно же, демократов, дермократов, демонократов. И это не устраивает либерасню. Значит, когда, если вы слушаете телевидение, итальянское, французское, немецкое, не до сих пор говорят, мы не знаем. Мы не знаем, кто победил. Это считаются еще голоса. Это ложь. Это ложь. Чистая ложь. Потому что тот как раз, кто подсчитывает сейчас недоданные голоса, это Трамп. По итальянскому телевидению об этом не говорили. Сказали об этом по российскому телевидению, что уже подловили, что, оказывается, они использовали мертвые души. То есть человек скончался много лет тому назад, а почему-то ему все равно пришла вот эта скеда или турали, так называемая избирательная бюллетень. Они же это делали в том числе и по почте. Ну вот. И люди избирательного штаба Трампа, они это дело поймали. Потому что сейчас стоит вопрос несколько иначе. Чтобы это не была пирлова война, то пирлова победа. Хотя она в любом случае, это не будет пирлова победа. Потому что, в общем-то, люди из Соединенных Штатов Америки, они очень сильно тоже устали от этого беспредела, от этих сатанистов. Но так, чтобы Трамп смог получить и нормальное количество заслуженных мест и в Конгрессе, и в Сенате, то есть они должны будут это дело пересчитать. Какой там был процент мертвых душ, или, например, вот эти бюллетени по почте, когда люди отправляли, голосовали, там была фальсификация. Потому что, как мне рассказывала сама Элизабета, что когда люди хотели пойти в Соединенных Штатах на избирательный участок, ну и просто проголосовать, как это называется, картачу, ну по старинке, там все время что-то блокировали, говорили, что не работают вот эти счетные машины, люди стояли по 5-6 часов в очереди, без туалета, без всего. Условия такие специально спартанские создавались, для того, чтобы люди потом уходили из очереди, и вот их принуждали таким образом голосовать на дистанции, чтобы потом все это смочь сфальсифицировать. Поэтому она сказала, что такое вот было. Это ее объяснение. Естественно, я буду с ней все последующие дни общаться, и потом все, что она будет рассказывать, буду вам пересказывать пренепременно. Теперь дальше, что касается итальянских каналов. Ну, те люди, которые проживают в Италии, мои подписчики, естественно, я думаю, вы подтвердите. Сегодня с утра вот это началось. Ой, нет, сначала Байден, потом мы не знаем. И они пригласили на эти каналы некоторых политиков итальянских, ну, это пиди, естественно, которые сидели, просто откровенно сокрушались. Нет, Трамп, он нам совершенно не подходит, он не разделяет наши европейские ценности. Потом они еще вспомнили, как он президента Италии Моцарелло назвал Моцареллой. А мне не жалко, правильно он его назвал, ничего он не ошибся, он сделал это специально. А кто он есть? К тому же Моцарелло, это все-таки, извините, вещь полезная и вкусная. А президент Италии, я вам рассказывала в вчерашнем видео, он вообще предполагает использовать без спроса вклады итальянских вкладчиков, денежные для подъема итальянской экономики, после того, что они натворили. Это 47-я статья итальянской Конституции, этого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому правильно. Потом они стали говорить еще, что это катастрофа, потому что Трамп он сейчас будет топить за Марин Ле Пен. Вот. А я буду очень рада, если победит Марин Ле Пен. Мне Марин Ле Пен очень нравится. По крайней мере, каким-то образом сможет преобразить Францию после вот этого от Макрониного придурка, вот, Макрона. Вот. Поэтому у них вот эта вот боязнь. И причем, вы знаете, когда они боятся, я имею в виду именно вот итальянские вот эти каналы, они боятся громко. И они даже вот не говорят, вот, ну да, это же выбор американского народа, это же американский народ, вот он так решил, что у них будет опять Трамп им плевать на этот народ, они апеллируют исключительно только, друзья, своими собственными интересами, как им теперь быть. И значит, что теперь прилетело? Я в такие совпадения, я не верю. То есть санкции по отношению к своему собственному народу, то есть к итальянскому народу, и весь кошмар, что в первую очередь было по отношению к детям, все, они стали закручивать гайки. Почему? Потому что с завтрашнего дня в итальянских школах дети весь день должны находиться в намордниках, потому что вот эта самая ведьма, проститутка, господи, прости душу грешную, министр образования Италии, на ведьму похожая такая из семейства Адамсов, она сказала, весь день ребенок сидит в наморднике. Мне уже позвонили сегодня две мамы, наши русскоязычные мамы, попросили телефон Жене. Помните Женю прекрасно, которая помогает. У нее сын сейчас находится на домашнем обучении, потому что она в такие условия в ужасные школы ребенка не отправляет. Но Женя, она очень хорошо, они и ее муж Думеника, они очень хорошо юридически подкованы. Поэтому, друзья, если вы решите, что нет, конечно, ребенок дороже, бог с ним, потом останутся на второй год, переучатся, не страшно, но ребенок дороже, поэтому, пожалуйста, я вам с большим удовольствием могу дать телефон Жене, вы с ней спишитесь, созвонитесь, и она объяснит, как это можно будет делать. То есть это кошмар. Первые удары, это как раз по дедушкам, по маленьким. Теперь дальше, значит, они у нас теперь вводят эти все регионы, там красный регион, это прямо где там этого пердемонокля, задом ешь, как говорится. Потом там еще какие-то цвета, зеленые, ну вот мы пока Тоскана, у нас зеленый уровень, так называемый, откуда, из какой задницы, я не знаю, они берут эти цифры, но, естественно, они берут, потому что у нас все, вы знаете, вот эти больницы, они сейчас работают на режим. Им сатанисты платят деньги за все за это, поэтому они вот таким образом делают, вот это продвигают, эту самую статистику. Вот. Там вообще... Потому что на улицу не выйти, теперь они будут опять делать эти автосертификаты, все должны будут сидеть дома, значит, только в случае крайней необходимости. А, комендантский час, вот это вот, комендантский час, потому что с 12 часов или с 10, с 10, по-моему, я даже, знаете, этот бред стараюсь не читать, по-моему, с 10 часов вечера, да, с 10, и то ли до 5, то ли до 6 часов утра. Значит, комендантский час, только в случае крайней необходимости, там, если это работа, если это медицинская помощь, нужна быть, но она у нас сейчас исключительно узкопрофильная, вот, все, других вариантов нет, и все дальше идет по регионам. Как я вам говорила в моем предыдущем видео, что Конте, он умыл руки, он сказал, что я не я, и вообще не виноватая я, он сам пришел, что якобы у нас сейчас губернаторы будут это все сами решать, но консультировавшись при этом с министрами, с этими министрами, которые эсперанца, он не врач, вот, поэтому, в общем, я что хочу сказать, мы этого ожидали, мы так и думали, что когда у нас дело подойдет именно к выборам Трампа, и что его переизберут, что у нас начнется, начнется период, будем надеяться, короткий, но самый тяжелый, мы так и предполагали, и мы по всему видели, что это к этому идет, потому что если бы выигрывал бы этот Байтон, то они, вот эти люди, друзья этого дядьки с острова Эпштейна, они же все там завсегдатаи были на этом острове у него, клинтониты, троцкисты, вот, они бы так не форсировали события, они форсируют события, все, и вот сейчас, поскольку Италия полностью находится под глобалистами, под этими мерзавцами, поэтому, да, все, а сейчас будут они измываться над народом, напоследок, измываться, поэтому относитесь, кто проживает в Италии, к этому достаточно философски, потому что я очень рада, я очень рада, я представляю, как у Конте, под его жопой, сейчас все горит, к чертовой матери, какой у него понос, кровавый, на нервной почве, потому что, они же привыкли, наши вот эти, халуи, здесь жить на подачке, которые им там кидали все время, вот эти демократы, и делали так, как им говорят, а теперь получается, бесхозные остаются, а Трамп, он уже еще в свой предыдущий срок, сказал им, кто они такие, и Макрону сказал, и Меркель, помните, руку не пожал, и так далее, поэтому они знают, кто они, и чьи они дети, бесхозные, поэтому, ну что, побесятся, еще какое-то время, а потом, я все-таки думаю так, к марту, потому что, естественно, они нам сейчас испортят Рождество, испортят Новый год, но кто знает, может быть, и по другому события будут развиваться, но я боюсь, что нет, что они нам будут гадить, до этого времени, что пока Трамп сейчас будет проводить все вот эти расследования, где там его выборы надували, на это время тоже потребуется, вот, а потом со следующего года, в общем-то, я думаю, что как-то ситуация будет иначе разворачиваться, по крайней мере, я очень на это надеюсь, вот и получится у нас ровный год, год передемонокли, но я очень рада, что я сегодня, еще пока не открывала бутылку шампанского, но мужу сказала купить, и Елизабета, моя подруга, экскурсовод, американка, точно так же, поэтому, друзья, кто из вас проживает в Соединенных Штатах Америки, я вас очень прошу, пожалуйста, пишите комментарии, делитесь тем, что у вас происходит, я вас очень люблю, спасибо большое, что смотрите, и увидимся завтра. и я вам в педе. 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 Продолжение следует...